Европа устала. 22 февраля 2019 года, 18.59. Андрей Рудалёв – публицист, писатель, литературный критик допустим. Штаты – это достаточно жесткие, склонные к харассменту, так у них положено, голливудский продюсер. Или Карабас-Барабас, так ближе для российской образной системы. В его кукольном театре марионеток, как в разбойничьей ватаге, между странами или группами стран распределены все роли. Кто-то провоцирует, кто-то хмурит брови и раздувает щеки, кто-то грозит, а иной подхрюкивает, заламывает руки и закатывает глаза. Но все равно или поздно начинают перенимать повадки и поведенческий стиль Карабаса. Вирус такой, наполненный бациллами вседозволенности, в терминологии министра иностранных дел Сергея Лаврова. Кто-то подобное называет мюнхенским синдромом. Но главное, чтобы эта эпидемия не стала чумой. 21 века. Также по теме. Прийти к другим решениям. Почему в Германии заявили о незаинтересованности в антироссийских санкциях? Берлин не заинтересован в санкциях против России, заявил министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер. Немецкий политик заметил. Впрочем, сейчас эта идиллия дает все больше трещин и начинает рассыпаться. Многие европейские страны, в том числе такие, например, как Германия, начинают все больше задумываться о своих интересах и примеряют выданную роль на соответствие им. Нигде не жмет, не мешает идти. А может, и вовсе опутали ноги эти ваши санкции? Кукольному театру была поставлена задача изолировать Россию, вымотать ее, внести внутренний раздрай, чтобы она сдалась на милость Карабаса и тот бы потом подвесил ее в качестве трофея на свой крючок. Нечто похожее уже было. Тогда большая страна задешево продала свою азбуку, чтобы приобрести билет в скоморошный театр, а свои золотые монеты закопала на поле чудес в надежде, что прорастут, как билеты МММ. Но беда в том, что сама Россия ни в какую не желает хлопать дверью, не стремится изолироваться и вариться в собственном соку. При этом грезе о главных ролях в Карабасовом театре железный занавес не опускает, поэтому и роли у Карабаса несколько откорректированы. Вот те, кого совсем не жали из новообращенных, Украина там, Прибалтика и некоторые страны бывшего соцлагеря, буферная зона или ров, кишащие всяческими гадами и зубастыми присмыкающимися. Далее, старушка Европа. Какая тут роль? Санитарный кордон или колючая проволока со сторожевыми вышками? Недавний выход штатов из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности больше свидетельствует за колючку. И вот теперь объясните европейцам, какая роль им уготована. Впрочем, там многие это понимают и тяготятся этим. Понимают, что задорный и боевой орликин моментально может превратиться в пьера и начать лить горючие слезы. Роль незавидная. Вроде как незаметны нити, не чувствуется, что кто-то тобой помыкает, сам говоришь и сам действуешь. Но, если приглядеться, только в рамках отведенной роли и под строгим присмотром. Шаг вправо, шаг влево, не-не. Внушаешь себе ощущение свободы, но, с другой стороны, все больше превращаешься даже не в действующее лицо, а в декорации. Все в ту же колючую проволоку. Япония вон вообще с окончания Второй мировой войны в заложниках у штатов. Ей выданы роль бытихом американской политики в Тихоокеанском регионе. Худо-бедно справляется, другого и помыслить уже не может. Там не столько ставка на те же российские острова делается, сколько реализуется жесткий диктат приверженности отведенной роли. Морковка для ослика такая. Старший брат все видит, и особенно не рыпнешься, только знай по диссидентским кухням ворчи. Для поддержания своего авторитета и статуса старший пугает Мордором, то есть Россией. Смысл русофобского послания – терпите, а то будет хуже. Оно пробуждает темные инстинкты, древние страхи и комплексы, а потому пациент на многое готов, лишь бы не было хуже. Там же свирепая Россия, пожирающая прогрессивных младенцев. Ужас, их тонь, и полная неизвестность снежных просторов. Как дыхнем вечной мерзлотой, так моментально зачахнут цветы демократии. Тренд на отторжение от России ведь не случайно ухватили украинские власти. Это основа всему – путевка в братство демократических народов. Украина не Россия. Европа не Россия. Кто там еще этот противительный предлог себе на грудь повесит? Это все образ мышления вассала, который постепенно во всем начинает копировать своего сюзерена. Также по теме. Трамп должен понять нас как бизнесмен. В Австрии и Германии заявили о преимуществах Северного потока. Два по итогам визита в Вашингтон-канцеллер Австрии Себастьян Курц подчеркнул, что Вена продолжит поддерживать проект Северный поток. Два. Но все-таки эти отношения не тотальны. Европа все больше начинает откровенно тяготиться отведенной ей ролью. Тем более что, по словам российского министра иностранных дел, объективных причин для дальнейшей деградации отношений нет и в Евросоюзе раздается все больше голосов за нормализацию отношений. К примеру, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер заявил, что у его страны нет заинтересованности в антироссийских санкциях. И это не досужая демагогия в русле «давайте жить дружно». Министр отвечает за ведущую европейскую экономику, для которой от санкций один только ущерб и неразбериха. И кому такое выгодно, кто готов долго и стоически выносить подобное ради идеи. На самом деле, если рассуждать объективно, надо ли самой Европе усмирять и притормаживать Россию, страшиться и пугаться ее. Русские танки в Берлине или Париже. Это в современных реалиях даже не фантасмагория, а анекдот. Но только если очень-очень сами захотят или вынудят, как это было не раз. Именно оголтелая русофобия до Сталинграда доводит. Политическая и экономическая экспансия России по типу расширения соцблока и Варшавского договора. Временно-то все-таки изменились, причем принципиально. Россия не страдает каким бы то ни было реваншизмом. Сейчас глобальное противостояние как форма мировой принудиловки и дидактики необходимо лишь одному государству, и оно – за океаном. Коммунизмом мы давно не размахиваем и буржуинов не пугаем. Зависимость от России через энергоносители. Этот фактор тоже не стоит преувеличивать. На одном газе свет клином не сошелся, и покупать его выгоднее у России, нежели у США, только и всего. Об этом, кстати, недавно напомнил австрийский канцлер Себастьян Курц, на которого Трамп начал давить в связи с поддержкой Северного потока, 2. «Пока цена в России лучше, чем в США, Россия в этом вопросе останется для нас более привлекательным партнером», заявил Курц, который также добавил, что у Австрии и США в этом вопросе разные интересы. «Совершенно очевидно, что в нынешней ситуации отношения России и Европы должны строиться на естественном и совершенно не силовом, то есть непринудительном паритете двух равнозначных цивилизаций. Все остальное – это эксцессы и выверты. Европа должна научиться разговаривать с Россией на равных, без спеси, высокомерия и без оглядки на темные океанические воды. И все тогда получится. Проблема Европы сейчас в элитах. Там они поражены не только бациллами вседозволенности, но и вирусам низкопоклонства перед Штатами. Голос адекватных людей не слышен в общем шумигами, или они просто боятся высказываться из опасения оказаться на обочине привычных политических трендов и штампов. Демократия, чего вы хотите? Страх и трепет. Не без этого. Рецепт тут один – больше суверенитета. Тогда и элиты будут другие, национально ориентированные, которые понимают, что игры на стороне агрессивной бездны, из которой сыплются санкции из ада, бесперспективны. Чем больше всматриваться во тьму, тем более она будет отражаться в тебе и поглощать. Не надо и про свои интересы забывать. Вон канцлер Курц про них напомнил. В Германии уже вовсю говорят о том, что эта санкционная порука уже откровенно жмет и сковывает движение. Пользы от нее ноль, лишь декларация политической солидарности и своеобразная присяга на верность Сюзерену. Окончательно портить отношения с Россией – это очевидно не в интересах Европы, если, конечно, она окончательно не желает превратиться в американский полигон для испытаний. Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Субтитры создавал DimaTorzok